Этот пушистый дуралей припёр птичку. Пришлось отпирать птичку тёсика. Уже не до съёмок было. Маленькая такая синичка. Но благо она выпорхнула и в этот... в занавеску. На втором этаже запуталась. Быстренько поймала и выдворила. Вот такие у нас новости воскресные. Голос сел окончательно и бесповоротно. Вчера на ярмарке купила рулет. С малиновым вареньем. Делает одна из рукодельниц. Ещё у неё купила фокаччо. Тоже изумительная вещь. В общем, поделилась с мужем половинкой. А остальное себе оставила. На вторую половину. Я говорю мужу, хочешь большими кусками режешь? Хочешь маленькими? Хочешь раскручивай? Хочешь закручивай? Делай, что хочешь. А я буду есть миленькими кусочками. Один из лучших рулетов, которые я когда-то встречала на ярмарках. Ой, обалденный. Кстати, голос начал потихонечку восстанавливаться. Утром вообще только шептать могла. Но сейчас вроде как уже это со скрипом, но работает. Даже смогла рассказать про эту вкусняшечку. Вышла нарезать... Сегодня у нас вербное воскресенье. Вот вышла нарезать немножечко вербы. И иду. И смотрю, вот там светятся мои пузики, пупсики мои. Вот они. Нарцезончики. Красавусики. Так хорошо их заметно сейчас. Не отходя от дома. Все цветет. Влажненько. Тихо. Уехали уже все эти самые путешественники. По дачам. Вернулись домой. Встаю, а земля под ногами трясется. Обалдеть. Такой, что двигается земля. То ли где-то трактор едет. Обалдеть. Сидит косатик. Расплевает. Не удержать все в руках. Лапусики мои. Как паучки. В центре тельца. И множество ножичек. Или как солнышко. Они чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть начинают краснеть. Как его косули не съели, не знаю. И еще вот один. Тоже кто-то коцал, коцал его. Ел, ел, грыз, грыз. А здесь будет красавчик. Нарцисс. Тоже как они его не съели, не знаю. А вот здесь уже пиолушка. Оно немножко красненькое. Видно, морозиком его подбило. Так сказать, сделало сурово. В суровом климате покраснело. Весна. Все оживает потихонечку. Вон они красавчики. И дышится хорошо. Еще какая-то пара-тройка дней. Все зацветило. Возле дома уже расцвели. Кстати, вон там крапивка. Уже можно собирать, делать какие-нибудь щи. Из крапивки. И здесь у меня тоже эти пиончики. Я все время их древовидным пионом обзывала. Потом мне сказали, что он как-то по-другому называется. Рябчик, что ли. Тоже ждут своего часа, чтобы красоту показать. О, черная смородинка. Листики выпустила. Но они такие чуть-чуть с розовым кантиком. Все-таки мороз, наверное, до них добрался. Давай уже. Не хочет фокусироваться. Вот она. Козырное место. На коврике для йоги. Спит. Вот она. Коврик. Да. Аисты прилетели. И в гнездышко сели. Вот она. Одна лапа. Вот там он ухо. Вот оно ухо. Лежит. Балдеет. Тёсик, я с тобой можно. Ты мой золотой кот. А ведь смена власти оформлена. Не покопаешься. Это я так, из фильма. Смена. Вечерняя. Понедельник. И вторник. Связки сели. Стараюсь практически не разговаривать, потому что быстро выходит из строя. Сколько лет работаю на заправке, и меня до сих пор умиляют дети и мужчины, которым отдаю вот это мягкое мороженое, там рожочки или еще что-то. Ну, дети, как бы, понятно, там, особенно если попросят еще два вида этих самых, какой-то посыпки разных. Но, ну, как бы, это самое, ребенок, это... Но мужчины, я не знаю почему, женщины, взрослые, юные, там, девушки, женщины, бабушки, они как бы спокойно относятся к мороженому. Ну, в целом, в целом, в целом. Но они по-другому реагируют на мороженое. Но мужчины, я не знаю почему, откуда это, но это такой детский восторг у мужиков, тоже такой мороженое. И они смотрят на него, это надо видеть. Я не знаю почему вот так вот срабатывают у мужиков, но мороженое, мягкое, еще с посыпкой, это просто оттас. Сидит мой красавчик. Скажи, куда ты собралась? А какую такую работу? Не знаю ничего, дома сиди. Так вот. Второй пошел. Мы уже в дом. Этот и в дом, а этот в дом пошел. В общем, я еду на работу. Простывшая, вообще не знаю. Хоть собралась завтра к доктору пойти, а у нас завтра праздник. Красный день календаря. Ну, вспомнила все свои дедовские, бабовские, эти самые, как говорится, где какие травки, где что собирала и начала. То есть я мало того, что, как говорится, витаминами себя привожу в порядок, плюс бульончик. Кури, боже мой, я никогда не могла предположить, что он действительно ставит на ноги, ставит на ноги. Вот я бульончиком этим таким термоядерным ставлю себя на ноги. Сегодня ночью меня уже что-то накрыло. Не могла остановиться. Кашляла, кашляла. Кто бы, ну, нет, нам такое. Давай, говорю, шевели. Мозгами, Ксюша, шевели. Стоп, у меня же есть где-то это с вами. Листики малины и липа. Я листики малинки, липочку. Потом нашла ромашечку. Что-то я еще нашла. Шиповник нашла. Все это прокипятила. Немножечко подождала. И, как говорит Верка, сердючко, и я кусуху землю. В общем, выпила. Мне буквально на глазах легчай. В общем, я посидела еще, наверное, часик, почувствовала. Думаю, что, можно попробовать лечь. Легла, вроде как, даже и уснула. Утром проснулась. Опять волшебного куриного бульона. Потом еще добавила еще чайку. Изы малинки. на ромашки. И всего-всего, что было раньше. Все ремонтируют, ремонтируют. Вот тут у нас теперь вот эту сторону ремонтируют. Ну, хорошо. Не будем прыгать, как на трамплине. В общем, я еще попила чайку этого божественного. А потом думаю, стоп, это же мне на работу надо. Я думаю, сейчас я пойду еще сделаю. Еще заварила себе чайку. А потом думаю, сейчас же весна. Сейчас же весна. И, наверное, всякая зеленушка. Желенушка поперла. И я тык-тык-тык-тык-тык-тык проскакала на свой, так сказать, огородик. Мини-огородик. И нашла молистики-малинки свежайшие. Тоже их туда забобила. Так, чтобы тут все строим, строим. Мы все строим и строим. И наконец. Надеюсь, достроят. Вот. И туда свежий малиновый листочек. Тим, все так. Ой, хамтерон. Такой кругленький. Пушистенький такой. Ох. Вот. Так что выздоравливаю прямо на глазах. Трандец между нами девочками. Короче. Так ухайдукалась. И зашла за это самое. В контору. Думаю, посижу хотя бы пару минут. Напишу бумажку нужную. Смотрю, вроде никто не заходит. Но я так поглядываю на этот самый. Ой. Ну и в общем поглядываю на камеру. Зашла женщина. Думаю, сейчас я пойду навстречу. Вот. Я, значит, выхожу. Она идет мне навстречу. В туалет пошла. И я вдруг замечаю, что там стоит мужик. Вот за этим черным столбом. В общем, мужик одет во все черное. Волосы черные. Худой. И он за этим тоненьким столбом вообще не отсвечивает. Блин. Ну я думаю, ну сколько я там просидела в том этом самом. Ну минуты четыре может быть. Тоже же это все отслеживаешь, отслеживаешь. Вот так вот. Зашел вот за белыми этими самыми. И когда столбы были белыми, их было заметно. А сейчас слился. Блин, слился. Вообще черный на черном. Это такая жесть. Что это за боевые действия? А? Тюфсик. Фоксик. Товарищ. Только подъехала. Только это самое. Оба сидят, встречают. И вдруг на тебе. Боевые локальные действия. Все такое. Все такое. Почему вы себя так активно ведете? Это вы так активно радуетесь? Да? Засранец ты, моя рыжая. А ты? Мелкий. Не мелкий. Скажи, я крупный кот. Вот. Я крупный. Крупная бандитская морда. Формирование. Тело формирование. Да. Ты мой золотой ты кот. Да. Скажи, вышли тебя встречать. Ой, вышли меня встречать. Пошли почту заберем. Пойдем. Заберем почту. Пойдем в люлечку спать. Потому что нельзя быть на свете. Красивый такой. Кстати, вот у меня эти нарциссончики зацветают. Пузики вы мои. Два зацвело. Да. Зацвело. И еще чуть-чуть на подлете. Куда ты поскакал, рыжий? Рыжий дружочек. Скажи, хорошо на улице. Как хорошо. Плюс 11 градусов. Ой, для кота. Да? Плюс 11. Что-то нам тут насовали всяких рекламок. Цельную кучу. Кучу малых. Вот таки. О, тут еще осталось. Юск. Мэ фантастиски хёп. 8500. За такую красоту. Так. Дружочек-пирожочек. Пошли домой. Кушунькать. Вы кушунькать, а я спать. Классно его видно. Рыженький такой. О, все, свет закончился. Кина не будет. Как всегда, аккумулятор сдох. Да. 13%. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»!